Боже, милость, и будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеславия согрешил Господи. Прости меня, грешный, и помилуй со мной, и молись, и будет вечерняя молитва. Царю небесный, утешитель души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизней подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны. И спаси благие души наши, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и вовеки веков, аминь, Отче наш, иже, если на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и благослови, воспрещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний страшен, Великий Царь над всей землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Якова, которого возлюбил, вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном, Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно, Бог воцарился над народами, Бог воссел над святом престоле своем, Князья народов собрались к народу Бога Абрамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними, Аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, мы славим Твою милость, Господа, Ты сотворил этот мир, видимый и невидимый, И поставил человека хозяина над всем творением Твоим, Господином Его, слава Тебе, научи нас во всем видеть промыслительную силу Твою о нас, заботу, Господи Божий наш, Ты умер, Христос, за наши грехи, благодарим Тебя, Господи, велики милости Твои и щедроты Твои бесконечные, Аллилуйя, Аллилуйя, пошли, Господи, добрых пастырей, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, И все допознают Тебя, единого истинного Бога, хвала Тебя, наш Спаситель, слава Тебе, Велик Господь и достохвален, и достоин всяческого восхваления, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, У Вас, может, вопросы есть какие-то? Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе, Вам тоже дадут здоровья, Господь Вам сохранил Благодарим Тебя, Христе Божий наш, Яко насытилась си нас земных Твоих благ, Не лиши нас и небесного Твоего Царствия, Но яко посреди учеников Тебя пришелась и спаси, Мир дай я им, приди к нам и спаси нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе, Ты, Господи, послал нас в это тяжкое, темное место, Свидетельствовать о Тебе о скором пришествии Твоем. Помилуй, Господи, помилуй, Обрати Твой лик К народу падшему, не знающему Тебя, Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе, Велик Господь и всех хвален в ограде Бога нашего на святой горе своей, Прекрасная возвышенность, радость всей земли, Гора Сион на северной стороне, город великого царя, Бог в жилищах его ведом, как заступник, Ибо вот сошли цари и прошли все мимо, Увидели, изумелись, смутились и обратились в бегство, Страх объял их там и муха, как у женщин в родах, Восточным ветром Ты сокрушил фарсийские корабли, Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, В ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки, Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего, Как имя Твое Боже, так и хвала Твоя до концов земли, Десница Твоя полна правды, Да возвеселится гора Сион, Он дорадуется черью иудейски, Ради судов Твоих, Господи, Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, Пересчитайте башни его, Обратите сердце ваше к укреплениям его, Рассмотрите домы его, Чтобы пересказать грядущему роду, Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и вечной. Аллилуйя! Господи, пошли добрых благовестников для спасения, Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, И всем поведая Твоей дивной любви, Что Отец Небесный послал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который умер за наши грехи на Голгофском кресте, И зовет нас к принятию Его, как Бога истины. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты единый Создатель! Вначале было Слово, и Слово было у Бога, И Слово было Бог, И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты дал великую власть, быть чадами Божьими! Хвала Тебя, наш Господь! Благодарим Тебя за милости Твои великие! Ибо всякий, делающий доброе, идет к свету, Дабы явны были дела Его, А делающий злое не идет к свету, Дабы не обличились дела Его! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вы побеседовать хотите? Все народы возвещают о судах Твоих, Господи, И всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, Чтобы получить соответственно тому, Что делал каждый, доброе или худое! Аллилуйя! Ибо дружба с миром есть вражда против Бога! Помилуй нас, Господи! Помилуй нас! Кто любит этот мир, Кто нет любви очень! Хвала Тебя, наш Иисус! Слава, честь и поклонение, И благодарение! Аллилуйя! Господи, мы благодарим Тебя, Ибо во Христе нет ни уидея, ни елина, Но все Господь! Блажен человек, который избрал путь истины, Ибо Ты сказал, Я ясен путь, истина и жизнь, И никто не приходит как сук, Как только через меня! Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Найди новое Душу, Кому можно засвидетельствовать, Чтобы не во тьме ходили люди, Но верою в этом мире укрепились, Ибо мир все прелюбодейный и грешный, Он отрицает Вышнюю и живет одним днем. Ты открылся верным Твоим, Хвала Тебе, Господи! Богородица Дева, радуйся! Обрадана Мария, Господь с Тобою! Благословен Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась и Христа, Спаса и Избавителя душам нашим! Слава Тебе, Сына и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Диспут проведем! Давайте диспут проведем с Вами! Так что? Диспут проведем! Зачем? Диспуты для чего нужны? Спорят! Причина одна! Что если человек знает, он возвещает истину! Не оскорбляем! А кто не знает, он спорит! Какие диспуты? Христос пришел, умер за грехи людей! Какой диспут? Ну? Ну? Ну вы видели даже фильм от мастера Маргариты Булгакова? Ну вы Христоса Богом считаете? Я сейчас вам говорю, смотрите! И он говорит, да Христа не было, надо доказать! Он говорит, не надо доказывать! Я там был! Дьявол там был, видел и рассказывает! А как у нас в Библии написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог! Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих! Нет, вы считаете Иисуса Богом? Да нам не надо считать! Он есть Бог! Зачем считать Его? А как у Бога что бывает? Мать, и Он же родился, как у Бога может быть? Мария Его родилась! Вы скажите, в каком году Ваша книга священная была издана? 1400 лет назад! 1400 лет назад? Да, в каком году умер Ваш, это, ну, кто дал Вам религию? В каком году он умер? Пророк Мухаммад, Слово. Он умер в 632 году, на 6 столетий после смерти Христа. После. И теперь как, что-то доказывают? Да нет, и сохранились рукописи, а все неправильно. Но это вообще никак, так никто не доказывает. Вы должны взять оригинал, сравнить и сказать, вот в одном написано, что Он Бог, в другом не написано, но этого-то нет. Но, я Вам просто объясню, Вы меня послушайте. Иисус Христос не мог быть Богом, во-первых, потому что Его родила женщина, Бога не могут родить. Дальше не надо, Он Бога-человек. Первое. Первое. Он Бога-человек. Второе. Иисус Христос не может быть, Бога-человек не может быть, как Он родился и Его родила. Не может, Он родился по человечеству. У Вас знаний никаких нету, веры нету. Иисура Мария, Мария в честь Марии, в честь Иисуса Христа. У Вас, знаете, что там написано, что Мария была сестрой Мариями, которая была у Моисея, между ними 1600 лет. Вы почитайте, будете знать. Это не просто ошибка, полное неведение. Что Мария, которая родила Христа, она была родная сестра Мариями, сестры Моисея. Вот что у Вас написано. Я Вам советую почитать Коран, суру Марии. Откройте, в честь Марии, там есть сура. Вам все расскажут. Я целый, у меня, Вы не знаете, с кем разговариваете. Иса, такой же пророк, мы Его признаем. Иисус, такой же пророк, мы тоже мусульмане Его признаем. Но надо следовать за последним пророком. Скажите, сколько сур? Сколько сур? Сур, сколько? Сур, сколько? 114. Да два варианта разные. Вы даже не знаете, что два варианта. Нет, два варианта нету. У нас нету два варианта. Аллах говорит в Коране, что никому не дадут изменить Коран. Люди хоть что поменяют, но Коран за 1400 лет не изменит. Прежде чем его вот в таком виде, чтобы он появился, разобрали, там около сотни разных вариантов были. Мелкие разочтения. Кто-то... Сам в Коране сказал, я не дам. 1400 лет назад, как был послан, так и ни одной буквы не изменилось. Вот. Когда написали... Я говорю, наизусть знают. Хоть все книги уничтожат, они не смогут ничего сделать. Я вы не слышите, что я вам говорю. Вот перед тем, как вот этот вариант, который сейчас есть, написан был, до этого разные варианты были. Разные совершенно. Я Кораном этим занимался несколько лет. Нет вариантов. Но я вы же вам рассказываю, вариантов не можете. Ну ладно, скажите, скажите. Аллах не дает... Скажите, ваш руководитель, сколько битв было им? Сколько сражений он провел? Сколько сражений, битвы с мечами провел? Сколько? Не слышно вас. Еще раз повторите, пожалуйста. Сколько битв провел основатель вашей религии за свою жизнь? Сколько? Я не слышно, не слышно вас. Начало не слышу вопроса я. Конец слышу. Это у вас, значит, Анни Ладу. У меня вообще все время хорошо. Сколько... Вот сейчас слышно, говорите. Сколько битв, сражений провел руководитель, ну то есть основатель вашей религии за свою жизнь? Сколько? Ну было много битв? Не знаете. Запомните, 72 битвы. 72, и только две были оборонительные. А 70 грабительские. Караваны грабили, и все. Это же не скрывается. Они сами никогда не грабили, не заставляли... Грабили, грабили, делили между собой. Грабили, делили справедливо. Это звезда Востока, Ташкент, выпускал целые журналы. Вот недостоверная информация. Достоверная? Самая достоверная, вы не знаете. Нет, нет. Вы... Кого спрашивали? У меня 18... Вот разные нам есть. Я вам сейчас скажу. 18 том у меня, у меня вышло их 33 тома, посвящен мусульманству вашей священной книге. Скажите, ваша священная книга равна Библии или меньше? Библия, это было в то времена. Сейчас идет Коран для всех людей, для человечества. Библия была в то времена. Я не об этом спрашиваю. Я... ...вот же была в то времена. Ну, вам трудно сказать, что не знаете. Признание в незнание открывает путь знания. Ну, скажите, вот, держи-ка. Вот, глядите. Кого глядите? Он сразу сгинул. Они не знают писания свои, совершенно. Господи, слава Тебе. Великие дивные дела Твои, Господи. Слава Тебе. Ты сокрушаешь зубы нечестивых. Хвала Тебе. Единый вечный Господь и Бог наш. Имя Ему Иегова. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты. Хвала Тебе. Где отсюда? Что за прорисковать? Прости нас и помилуй. Прости и благослови. Слава Тебя, Господи. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Хвала Тебе, счастье и поклонение. Ибо воистину, как прах попираешь Ты их, Господи. И сила еще снова, же творящая Креста Твоего, поражает все вокруг. Аллилуйя. Силой свыше обликаешься верных Твоих. Благодарю Тебя, Мой Господь. Слава Тебе, счастье и поклонение. Прости нас, Господи, и помилуй. Ибо написано, что женщины будут рождать чудовищ. И пришло это время. Пророк Езд рассказал об этом. За 400 с лишним лет до Рождества Христова. Жены их будут злы. Дети бессмысленны. Проклят род их. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Хвала Тебе, счастье и поклонение. Слава и благодарение. Истомилась Ты, ища с кем бы совокупиться, как написано о неверной Самарии. Со всеми халдеями, со всеми изображениями. Ты помилуй, Господи, невесту Твою, церковь святую и православную, и возвыси ее перед народом мира сего. Аллилуйя. Благодарим Тебя, наш Господь. И воссылаем славу Тебе. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславен согрешил Господи. Прости меня грешного. И помилуй, велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Слушайте все народы. Внимайтесь ему, все живущие во вселенной. И простые, знатные, богатые, равные, бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня, надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленно погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в роды и роды, и земли свои они называют своими именами. Но человек в счастье не прибудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их безумия есть, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в счастье и неразумен, подобен животным, которые погибают. Аллилуйя! Слава тебе! Дедушка, а ты живой? Вы что, хотели спросить что-то? Да, я хотела спросить. Вы живете тут, да? Да, тут мы и живем. А вы откуда? Город Барнаул, Алтайский край. Ничего себе! Вам может помочь с уборкой? Это у вас грязно? Это Ефрема Сирина спросила одна там такая красотка. Вакна, может, еще не хватает? Он говорит, не хватает кирпичей, цементу, чтобы замазать тебя там, чтобы ты в окно не выглядывала. Вот такой ответ. Ну ладно, понятно. Здоровья! Господи, Боже наш, слава тебе! Дивный Господь, милость Твоя до небес, слава тебе! Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Мы прославляем Твое всемогущество. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих и зладь беззакония моей. Многократно омуй меня от беззакония моей, от греха моего очисти меня. И без беззакония моей я сознаю, и грех мой всегда пред Тобою. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами Твоими сделал. Так что Ты празден в приговоре Твоем, ищи в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты, Господь, возлюбил истину, и внутрь меня вил мне мудрость Твою. Окропи меня, и с сопом буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость веселья, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и зладь беззакония мои. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Хвала Тебя, наш Господь, слава и благодарение. Мы просим Тебя, Владыка, пошли добрых проповедников, миссионеров во все народы. К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И возвести великую новость для них, что Ты, Христос, умер за грехи наши по Писанию. И воскрес для нашего оправдания. Хвала Тебе. Слава Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Ибо нет другого имя под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Слава Тебе. Умудри во спасение народ Твой. Не пройди ни одной души, дабы никто не погиб. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пощади, Господи, наследие Твое. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты распростер небеса, как шатер, и землю дал человеку во владение. Хвала Тебя. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. Непобедимая божественная сила, счастновый, жертворящего Креста Господний. Не остави нас, грешных, уповающих на Тебя. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови.